В экранах экономический обзор за 20 сентября 2017 года на финансовой кухне. Итак, самая первая новость. Национальный банк повысил прогноз роста ВВП. Значит, смотрите, первоначально планировали, что рост ВВП в 2017 году должен быть 3%. Потом пересмотрели до 2%. Потом Национальный банк пересмотрел на 1,6%. Сейчас он на 5 пересмотрел, но очень хитро. Он сказал так, что ВВП в Украине вырастет, но выше, чем 1,6%. Если кто не знает, за второй квартал 2017 года ВВП вырос на 2,3% в сравнении с вторым кварталом, естественно, 2016 года. Ну что скажу. Ростет. Да, действительно, растет. Прежде всего за счет розничной торговли и строительства. Вообще, надо сказать, экономика Украины довольно интересная, хотя и познавательная. Ростничная торговля вытягивает экономику Украины. Молодцы. Украинцы, покупайте больше, вы помогаете экономике Украины. Следующая новость, которая... Ну, можно сказать, я натошу до сверхзабавны. Знаете, смотрите. Кабмин принял постановление, связанное и с ГОСТами. То есть он отменил ГОСТы в Украине и тем самым... Сейчас ГОСТа не будет. Естественно, эта новость, как видите, тут 216 лайков, 37 тысяч просмотров. Супер новость. Я так понимаю, много людей просто вообще не понимают, что такое ГОСТы. И тут сразу, ой, ужас, что? Рассказывают. Значит, смотрите. ГОСТы в Украине уже не работают... Помню, с 95-го года. Да, не удивляйтесь, не удивляйтесь. Понимаете, они давно... ГОСТы это вообще, ну, как бы еще Советского Союза. Их давно уже отменили. Правда, ну, как бы... Они отменили, но они, как бы, были. Они никому не мешали. У нас давно уже используют ТУ, технические условия. А теперь просто Кабмин решил, ну, хватит, хватит, давайте отменим ГОСТы, не будем голуброчить. Но, так как это отменили, это... Вот, все, качество упадет. Нет, не упадет. Я честно говорю, что у нас ГОСТы уже не работают с 90-х годов. Так что, если кто там говорит, что вот, сейчас все будет хуже... Нет, ну, я скажу так, будет ни лучше, ни хуже. Ну, ГОСТы просто уже давно не работают. Ну, для наглядности, а почему бы нет? Отменили, так отменили. Жалко, что ли? Вам что-нибудь нужны? Еще одно постановление Кабмина. Значит, Кабмину простил участие переселенцев в программе доступного жилья. Ну, скажем так, вы сами понимаете, что для переселенцев очень сложно получить... Человек фактически... Это имеется какие переселенцы? С Крыма и из зоны АТО. То есть, сепаратистской республикой. Такого, РДЛО. Для этих людей действительно сложно предоставить документ, что они находились в очереди или нуждаются в улучшении жилья. По этой причине Кабмин сказал, что это все не надо. Достаточно определить паспорт и, ну, скажем, обследование. И в данном случае, пожалуйста, вы имеете право участвовать в программе доступного жилья. То есть, как бы хорошая новость, но, конечно, не работает эта программа. То есть, нет, она существует. Финансирование такое маленькое, что, ну, ждать придется, ну, не знаю, лет 15-20. Ну, понятно. Хотя, да, упросил. То есть, упросил, это хорошо. Но если бы еще не деньги выделил, ну, было бы хорошо. Это уже новость такая экономико-политическая. Значит, Болгария официально предложила снять антироссийские санкции. Причем, обращаю ваше внимание, премьер-министр Болгарии, Бойко Борисович. Почему Болгария и, ну, во-первых, вы сами понимаете, что Болгария, конечно, не принимает решения в Евросоюзе. По этой причине, даже если она говорит, давайте с ним санкции, ну, это же не она решает. Скорее всего, здесь есть такая хитрость. Не исключено, не исключено, я так предполагаю, что премьер-министр посоветовали более старшие дяди из Германии, Франции, высказаться. Знаете, такая проверка бильярдным шариком. Хоп! Они хотят посмотреть на реакцию, ну, общественность, реакцию других стран и так дальше. Если они увидят, что реакция нейтральная, да, есть риск, что действительно санкции с Россией могут снять. Если же действительно, скажем так, мировая общественность, если, скажем так, другие страны, ну, прежде всего, США выступят против, то, ну, идея Болгария умрёт. Это однозначно. Ещё я смотрю, это решает не Болгария про санкции, всё-таки это больше решает, сами понимаете, кто? Ну, вы уже поняли, кто. Но не Болгария, вполне логично. Так, что ещё у нас такое хорошее есть? Ну, опять Россия. Ну, эта новость, в общем-то, как бы старая. Россия пустила в обход Украины поезд. Смотрите, там давно уже говорили о том, что Россия построила там веточку журавка Мелирова. Оно как бы, ну, раньше было как? Этот кусочек проходил через территорию Украины. И, в принципе, ну, пока было всё нормально, нормально работало. Ну, в связи с последними событиями, конечно, амбиции уже зашкаливает. Конфликт на ситуации ещё больше зашкаливает. И по этой причине, действительно, Север построила обходной, так сказать, путь. И пришла к выводу, что, ну, лучше давайте сделаем так. Ну, может, они и правы, спорить не буду. Действительно, я думаю, в конфликтной ситуации это, наверное, проще, чем ругаться, скандалить. Пускай уже будет так. В связи, действительно, разрываются. Я считаю, это плохо, но они разрываются. Действительно, Украина-Россия как бы раздрефованы, знаете, как две люди, хоп, расходятся. Смотрели и сойтись, сложно сказать, думаю, очень сложно. Ну, помните, Грузия своё разрывало, потом, как бы, она хочет дружить с Россией. Поздно. Рединки-то уже не сходятся, не сходятся. Ещё такая новость международная. Значит, Россия стала ключевым инвестором Иракского Курдистана. Если кто не знает, в Ираке есть Курдистан, как называется, с широкой автономией. То есть, это действительно, так сказать, территория, которая имеет довольно широкие права. И, в принципе, я так понимаю, там есть ещё нефть. И вот сейчас российский бизнесмен или российский бизнес хочет, или там начинает туда внедряться. Нефть – это интересно. Мало того, есть новость, что Курдистан хочет провести референдум про выход из состава Ирака и произносить независимую республику Курдистана. Турция наотрез против. Наотрез. Сегодня Евросоюз заявил, что они тоже против этого референдума. Я не понял позицию США. Ну, услышан, наверное, скорее всего. То есть, интрига как бы нарастает. Нарастает интрига. Ну, по большому счёту, ещё одно государство в таком регионе, тем более Курдистан. Не, я, в принципе, понимаю курдов и, в общем-то, даже согласен с ними, что, действительно, они заслуживают государство. Согласен. Действительно, древний народ, древняя цивилизация. И, обращаю ваше внимание, что в 1920 году, вот после Первой мировой войны, когда Османская империя распалась, действительно было принято решение о создании Курдистана. Было принято. Но, там, вмешались английские, турецкие войска, и Курдистан не состоялся. И сейчас, как бы, Курдистан хочет, действительно, ну, как бы, вернуть справедливость и сделать, превратить из автономии в полноценную республику. Ну, я говорю, я за, но мне сложно судить слишком далеко Курдистан, и как это сделать, к чему-то приведёт, ну, скажем так. Хотя, в принципе, идея, конечно, интересная, насчёт Курдистана. Новость Белоруссии. Госдолг Белоруссии, там, достиг рекорда за 25 лет и составляет 40% ВВП. Ребята, не хотите, в Украине это 72%. Знаю наши. Не, в Украине, действительно, в 2013 году госдолг КВП был 46%. Ну, после реформ, вы догадываетесь, сейчас он 82%. Есть идея снизить его до 2020 года, он имеется, это госдолг Украины КВП, к 72%. Про 40% можем так и мечтать. А Белоруссия расстраивается, что в них 40%. Вот видите, как по-разному всё воспринимается. Очень по-разному. Украина обиделась на Казахстан. Украина подала жалобу ВТО по поводу антидеппинга против украинских трупов. Но я много раз говорил, что, ребята, поймите правильно, конкурентов никто не любит. Это болезненный вопрос, даже несмотря на то, что вроде бы как мы с Казахстан хорошие отношения, там, Назарбаев приезжал, проводил переговоры, встречались. Да, это всё хорошо. Но, вот это оно всё время, конкурентов никто не любит. По этой причине всегда сложно. Я говорю, что фактически, вот чем должно заниматься правительство? Да не политиканством, не Майданом, не глупостью. Оно должно заниматься политическими триггами на международной арене. Вот переговорить с представителями Казахстана без жалоб. Найти компромиссное решение, чтобы украинские трубы без проблем продавали сквознание. Вот. А щёки надавать, фантазировать, это можно, но это глупо. Ещё одна новость. Это уже Румыния. Вы, наверное, знаете, что Украина приняла закон про свит образования. Ну и прописала, фактически, ряд моментов, которые не понравились Венгрии, Румынии, Польше и так дальше. Суть заключается в следующем. Фактически, ну, сейчас в Украине есть так званые румынские школы. Теперь их не будет. Будут румынские классы. Или даже не классы, а уроки. То есть, уроки изучения румынского языка. Ну, естественно, Румыния приняла декларацию. Скажем так, Венгрия более жёсткую приняла, Румыния немножко мягкую. Ждём, что скажет Польша. Польша пока ничего не принимала. Ну и что скажет Совет Европы. То есть, они все пожаловали Советы Европы, что Украина нарушила. Вообще, конечно, это талант переругаться даже с теми странами Евросоюза, которые, по большому счёту, ну, как бы, более-менее нормально относились к Украине. Вот такие экономические новости. Ну, а на завершение давайте пару таких необычных новостей. Но, я бы сказал, больше исторического характера. Ну, во-первых, 20 сентября 1919 года, если кто не знает, Нестор Махно, такой был человек и такой остался, заключил соглашение из директории по поводу войны или сражения из Белой Армии. Заключил, но как-то так повоевали-повоевали, а потом заключил соглашение из Красной Армии. Вы не удивляйтесь. Вообще, Нестор Махно такой настоящий анархист. Всё, туда, всё, туда. Замечательно. Ну, вы знаете, что он в Париже, вообще-то, умер. Да, 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 да. Ну, ещё такая новость, очень историческая, очень историческая. В 1187 году, тоже 20 сентября, Саладин начал осаду Ярусалима. Чем закончилась осада? Да взял он, Ярусалим взял, взял он. Ярусалим Паул, была восстановлена великая справедливость с точки зрения мусульман. Ярусалим стал истинно мусульманским городом. Христиане потеряли. Так что, такая вот история, как видите, в истории случаев бывает очень даже интересная. И не только в экономике. Ну что, благодарю за внимание. Всего наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok